Народно-патриотическая акция «Мы вместе» состоялась в областном центре творчества детей и молодежи. Ежегодно она собирает только лучших представителей трудовых коллективов Могилевской области и чествует их семьи за вклад в трудовое развитие страны. Акция стартовала в республике два года назад и за это время уже побывала более в ста городах страны, собрав на своих концертах порядка 200 тысяч зрителей. Цель ее проста – чествовать тех, чей труд неоднократно был замечен. Это прежде всего трудовые династии, ветераны труда и просто те, кто предан своей профессии. В семье Андрея Степанюка все врачи. Как и его отец, он продолжает династию медиков и сумел повести за собой всю семью. Его сын – врач, дочь тоже последовала примеру отца. Сам Николай стоит за операционным столом более 40 лет и до сих пор предан профессии хирурга. На протяжении многих лет является наставником для молодых медиков, а также активно участвует в жизни профсоюзной организации. Я очень признателен и профсоюзной организации нашего коллектива, и профсоюзной организации отраслевого комитета и республиканского за то, что наша семья была представлена на этом мероприятии. Это как-то гордо звучит за то, что медицинские работники еще не забыты в этом отношении. Я думаю, что мы вложили много сил и здоровья для того, чтобы на Неве здравоохранения достичь определенных результатов. В этот день на Могилевскую сцену вышли несколько династий. Среди них – врачи, работники сельского хозяйства, династии учителей. От профсоюзной организации они были удостоены медали благодарности и ценных призов. Специальными гостями праздника стали творческие коллективы трудовых коллективов республики. Это лауреаты и финалисты профсоюзного конкурса «Новые имена Беларуси». Трудовые таланты настолько полюбились публике, что без их участия не обходится ни один концерт. За два года существования акции «Мы вместе» она стала не просто мероприятием, а настоящим народным праздником, который объединяет сердца тех, кто трудится на благо нашей Родины. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова